ребята всем привет или доброе утро сезон открыт поездок сейчас я еду в село но вы узнаете немножко позже какое так что мне очень повезло то что этот автобус на котором я еду именно заходят до села в которое мне нужно потому что как правило трасса и село это всегда расстояние иногда 3 километра иногда 7 иногда больше 10 километров что сейчас 7 утра и мы уже выезжаем автобус пустой буквально три-четыре человека сидеть но мне ехать далеченько наверно было сколько не знаю часа два с половиной где-то так до трех часов ладно все давайте пока пока я поехал вот приехали переслав 10 минут отдохнуть перекурить выпить кофе и будем ехать дальше денечка сегодня чудесным правда немножко ветер мешает балки как видите еще лед до сих пор бутылками стаканчиками все усеяно хорошие воспоминания у меня переславе дальше напротив на той стороне старая каховка это хорошо выспался пока ехал с херсона больше часа это ехали до 11 чудесно что уже хочется поскорее добраться до места и уже начать съемку я уже в новой александровке сейчас буду ехать к именем фольксвейна спасибо молодому человеку который согласился меня на своей машине подвезти так что потому что пешком реально там минут 40 может около часа туда идти все ладно будем ехать вернуть к теме по поводу того что здание тут сто лет меня есть такое ощущение как будто это рейстах агатили по нём со всех танков и артиллерии я не знаю что надо сделать чтобы так его разнести ужас все ребят буду ехать домой так обидно знаете то что такой чудесный день отличная погода а у тебя просто нет времени чтобы так насладиться этим всем чтобы так посидеть нормально спокойно не спеша перекусить все в бегах бегом достал фотоаппарат поменял на камеру достал экшн камеру снова фотоаппарат и вот это все 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 то есть ну я вроде как бы постарался и отснял много много материала отснял да наверно процентов 90 все что тут нашел все перри фотографировал потому что не знаю когда вернусь следующий раз может через год может через два потому что она не удобно сюда добираться с кем-то на машине да было бы круто поехать но транспорта нет и используем автобусы красиво конечно я вот уже сколько гуляю и знаете уже наверно тут каждый сантиметр обошел наверно раз по 10 все 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 здесь обошел уже если здесь провести какие-то раскопки все это расчистить тут можно было бы наверно много интересного найти на самом деле никто этим заниматься не будет село новоалександровка но маленькая бедненькая гавриловка тоже самое село очень маленькая это уже наверно после там какие-то 50 и 60 года решили разделить на новоалександровку и гавриловку а раньше все это до затопления вот это все это была одна территория вот такие вот такие не постройки вот такие не фольксвейны меценаты да ну вот это меня просто вообще эти колонны не просто поражают сейчас покажу вот видите какие красавицы очень красиво вот этот центральный вход наверно тоже очень красивые да еще ребят к этому видео я присоединю все видео которые связаны как-то с фольксвейнами с моими поездками но это не последние ладно ничего не хочу рассказывать ничего не хочу наперед говорить но поездки еще будут связаны с фольксвейнами вот такой был фонтан здесь да и все это был красиво ботанический сад вы уже ничего не осталось все ребят еду назад в остановку спасибо местному жителю Игореву за то что согласился меня привезти к имением фольксвейна и назад отвезти так что спасибо вам на тебя есть такие тонкие люди которые без проблем собираются хотите встретить и не помочь этот день конечно очень лёгкий весна настоящая запрещена все ребята буду ехать пока-пока красивая какие большие стекла забор окрашен и на территории порядочек березы блин так красиво березы очень красиво конечно здорово он если прямо видно вам там идет уже трасса он наверно колхоз и вот тут сразу чуть ниже спуститься будет остановка моя классная школа стеклопакеты стоят а самое главное что чисто убрано за что у меня нет времени по селу походить погулять очень жаль что так все быстренько быстренько и уже нужно уезжать еще километров наверно 15-20 и уже нового воронцовка тут недалеко здесь такие вот двухэтажки стоят сейчас побьем водички из такого колодца вау а да ледяная вот так холодно Тоже немножко душновато жарко, а еще в этой куртке надо было немножко легче одеться, но не знал как она с погодой вообще будет, тем более возле Днепра возле воды всегда холодно, ветрено, знаешь как говорится парка стене ломит, всегда можно там снять свитер Новоалександровский фельдшерский акушерский пункт тут сразу это реклама Парукарня, вас обслуговывает Парукар Лена, да вот такой он фаб Хотел зайти может что-нибудь купить в магазин, тут закрыто, сегодня воскресенье на замок кафе Тоже видите как все чистенько, так классно А здесь походу никто не живет Офигеть Капец, капец О, деревянные полы еще не сорвали Ох, нифига себе тут туалет Офигеть, ты шо, такого еще нигде не видел Капец, как оно все воняет Это леска Видите как, типа доски набивали, штапик такой и потом сверху Накидывали штукатурку А это видите перила были спилены Вон тут немножко вырвали проводки О, вон прямо Да, прямо видно футбольное поле Там поченые играют Ну да, в селе наверное вообще скучно Вот так если не огород А то вообще заняться здесь нечем Конечно до районных центров далеченько Да и там особо делать нечего А то конечно остается играть в футбол Ходить на рыбалку И наверное все развлечения А тут видите свалка рядышком Да Вот это мне кажется забором огражден Да там маленькие местные базарчик что ли Да, вот такие торговые лотки И вот это наверное есть такой привозной какой-то рынок В какие-то дни может раньше когда-то он был действовал И вот и так напорно А сейчас я забором